Друзья, всем привет! Сегодня мне хотелось бы поговорить на такую тему, как перенаселение планеты. Правда ли это? На самом ли деле это так? Или нам просто заливают, так сказать, ложь в наши уши, стирают нам, пугают нас о том, что Земля, мол, не выдержит такого количества человек на планете, как сейчас существует? А так ли это на самом деле? Я считаю, что это полная чушь, полная ложь. Все дело в том, что мы ведем неправильный образ жизни. Неправильное распределение или концентрация людей. Большинство из нас сейчас все сконцентрированы, в том числе и я, в городе. И эта проблема касается всех стран. Посмотрите, в каждой стране, в крупном мегаболисе, сколько людей. И в то же время, сколько людей сейчас проживает в селах, в деревнях, в провинциях. Вот смотрите, я бы хотел сейчас вам привести цифры, ну просто как наглядный пример. На примере Аргентины. Ну, что-то мне так захотелось, взял просто выборочно. И у Аргентины там много провинций, я уже не помню какое там количество. И вот смотрите, просто сухие цифры я вам сейчас приведу. Провинция Рио-Негро. Значит, на один квадратный километр проживает три человека. Один квадратный километр, для тех, кто не представляет себе, это 100 гектаров. 100 гектаров. Ну, вот так вот. Следующая провинция Неукен. Неукен имеет 551 266 человек. Вся провинция. И, значит, плотность населения на один квадратный километр 5 человек. Кордова на один квадратный километр, провинция Кордова, 20 человек. Мендоса на один квадратный километр 11 человек. Санта-Фе на один квадратный километр 24 человека. Проживает в провинции Санта-Фе 3 миллиона человек. Дальше идет уже провинция Буэнос-Айрес. Это самая населенная провинция всей Аргентины. Плотность населения которой 50 человек на один квадратный километр. Это имеется в виду сама провинция. И, внимание, в самой столице, в мегаполисе, в Буэнос-Айресе проживает плотность населения 15 тысяч 17 человек на один квадратный километр. Сколько сейчас там проживает, я даже не знаю, потому что я смотрел статистику, перепись населения, все данные старые, устарелые. Там написано, что 3 миллиона проживает. Но, так как я смотрел по карте, то там, получается, сама столица, она сливается с этими провинциальными постройками. То есть это как одно единое целое. Там даже есть такое понятие, как Буэнос-Айрес и Гран-Буэнос-Айрес. То есть Большой Буэнос-Айрес. Там проживает, наверное, миллионов 15 точно. Ну так вот, вот этот пример показывает о том, даже на примере Аргентины, как мы неравномерно распределены, как мы неравномерно живем, как мы все доверились крупным корпорациям, таким как всем известным Монсанто, Блэк-Рок и другие, или крупным фермерам, которые нас обеспечивают едой. И сами себя мы не обеспечиваем. И только потребляем. Но что было бы, если бы население земли вдруг стало бы переселяться из городов и распределяться равномерно по местности, создавая свои родовые поместья. Площадь в один гектар, где люди бы сажали бы свой сад, где у людей был бы свой дом, где у людей был бы свой колодец или скважина, свой прудик, свой лесок. Да, одного гектара недостаточно для того, чтобы, например, содержать, кормить корову или лошадь. Этим животным нужно еще по одному гектару, а то и больше, для того, чтобы производить сенокоз. Но я считаю, что это не проблема. Возвращаясь к тому, что современное сельское хозяйство всех нас кормит, это прекрасно, но сколько же сельское хозяйство потребляет воды? Вот интересно, нам всем говорят, что сейчас запас воды иссякает, и с этим проблема, запас пресной воды, да? Так вот, оказывается, что сельское хозяйство потребляет 70% из всей используемой человеком воды. Когда воду используют для капельного полива, это еще полбеды, но ведь воду используют не только для капельного полива, ее используют также и для животноводства. Вот, к примеру, для того, чтобы произвести одну котлету для гамбургера, да, необходимо, оказывается, целых 1695 литров воды. Это с того момента, когда начнется выращиваться теленок, бычок, корова или другое крупное животное, и пока не попадет это животное на мясокомбинат, на бойню, там тоже используется вода, и аж потом, когда из этого полученного мяса, убитого животного, будет сделана эта котлета. Я сейчас хочу вам зачитать еще одни цифры, для того, чтобы у вас сложилась картинка о том, что, целостная картинка о том, что мы не одни живем на этой планете. На планете также живут еще и животные. Я для себя тут выписал цифры некоторые. Вот смотрите. На планете Земля живет 8 миллиардов человек. Так. Но помимо нас живут еще и домашние животные, которых тоже надо кормить. Смотрите, коров. По статистике 2020-2023 года на всей планете коров существует полтора миллиарда коров. Самое больше, конечно же, коров это в Индии. 535 миллионов. Там корова священное животное, поэтому, конечно же, никто их не убивает. Хотя я слышал, что их там воруют и продают за границей. В Бразилии 224 миллиона коров. В Австралии 28 миллионов коров. В Великобритании всего 1,9 миллиона коров. В России 7,89 миллионов коров. В Украине 1 миллион 350 тысяч. В Китае 8 миллионов 700 тысяч коров. В США 9 миллионов 300 тысяч коров. В Канаде также 9 миллионов 200 тысяч коров. Что касается свиней. Свиней оказывается тоже очень много в мире. Лошади составляют меньшее меньшее число. всего лишь 60 миллионов. Где находится самое большое количество свиней? Как вы думаете? Конечно же в Китае. Ну удивительно почему не коров? Но вот видите они любят свиней. 452 миллиона по статистике тоже на 2020 год. Лошадей конечно же меньше всего в мире. Я уже сказал больше всего их из того списка который у меня есть это США. Как ни странно в США 10 миллионов лошадей. Сколько земли нужно на одну корову? На одну корову для содержания одной коровы понадобится от 0,5 гектаров до 1,25 гектара для пастбища. Для содержания одной семьи одной свиньи весом 50-60 килограммов понадобится 2-3 килограмма еды в день. На содержание овец кстати я смотрел данные что 1 гектар может обеспечить 12-15 овец. 1 гектар земли. На одну лошадь пол гектара для выпаса. Только для выпаса. Друзья для чего я привел все эти цифры. Для того, чтобы вам представилась картинка о том, что нас не 8 миллиардов 5-5 миллиардов примерно. плюс-минус там. И друзья мои вот я не знаю вы можете соглашаться со мной может можете не соглашаться со мной но если бы люди вели немножечко по-другому свой образ жизни и хотя бы если бы не отказались от поедания мяса животных а сократили потребление мяса ну скажем там два раза в неделю или один раз в неделю у многих кстати верующих людей очень часто есть посты и в году у них этих постов очень много и в принципе те кто соблюдают посты религиозно верующие люди они можно сказать что мясо едят очень мало так вот если бы люди которые едят много животных продуктов резко сократили их потребление планета могла бы содержать население в 10 миллиардов 10 миллиардов человек не превращая больше леса в фермы пастбища и поля для животных 77 процентов всех сельскохозяйственных земель занимает животноводство 77 процентов это пастбище фермы и земля на которой выращивают еду для животных чтобы вырастить одну тысячу калорий говядины одну тысячу калорий понадобится в 92 раза больше земли чем для одной тысячи калорий полученных из продуктов сои это тофу к примеру да вот здесь приводится такой пример сейчас 94 процента общей массы всех млекопитающих составляют домашний скот а лишь 6 процентов это дикие животные представьте какой дисбаланс 6 процентов дикие животные 94 процента это домашние животные сельскохозяйственные те которые выращивают выращиваются человеком искусственным способом без потребления мяса и молочных продуктов использования сельскохозяйственных земель сократится больше чем на 75 процентов это площадь вместе взятых США Китая Евросоюза и Австралии ну здесь конечно приведена такая цифра это а что если бы люди прекратили бы есть мясо сколько бы земель освободилось бы да понятное дело что это все фантазии никто не перестанет есть мясо резко но мне бы хотелось бы конечно чтобы люди ели все таки в своей жизни меньше мяса почему потому что очень много болезней также возникает на фоне того что люди едят очень много мяса не буду сейчас эти болезни перечислять но они есть мясная и молочная промышленность вместе выбрасывают больше парниковых газов чем крупнейшие нефтяные компании мира друзья представьте себе на 1 грамм белка говядины приходится в 20 раз больше земли чем на такое же количество белка из бобовых другие животные не сильно отстают на 1 грамм белка свинины или курицы нужно в 10 раз больше земли чем из бобовых так что друзья вот мое мнение такое что если бы люди изменили свой образ жизни переселившись для начала из городов на землю создавая свои райские уголочки райские родовые поместья где у них была бы своя еда своя вода они бы уже были бы в продуктах питания были бы самодостаточны для них уже не нужно было бы тратить топливо на доставку этих продуктов эти продукты были бы экологически чистыми вода была бы экологически чистой где не использовались бы пестициды гербициды я так сейчас картинку такую рисую немножко идеализирую может быть но вот наличие своего пруда к примеру своего водоема на участке оно меняет микроклимат и вот если бы люди каждый из людей у кого позволяет конечно же создать на своем участке пруд с помощью экскаватора того же для начала не лопатой а техникой конечно же чтобы ускорить этот процесс и улегчить облегчить себе работу вырыли бы пруды в них бы появились бы такие виды животных животных а точнее не животных а рептилий это не рептилоиды это не мировой заговор нет я имею ввиду рептилии да я имею ввиду тритончики я имею ввиду лягушки да которые бы приносили бы благо уже уже благо для окружающей среды у меня был такой опыт конечно да мы вырыли с женой пруд водоем размером в 5 соток на одном гектаре земли с помощью экскаватора зеркало воды примерно получилось 20 на 30 понимаете да то есть сам котлован был глубиной посередине 3,5 метра ширина его была около 25 метров может чуть больше и длина больше 30 метров но так как он у нас был такой овальной формы в виде капли то трудно было бы так конечно посчитать четко но одним словом когда появился у нас этот водоем у нас появились лягушки стрекозы к нам стали прилетать цапли которые ловили этих лягушек в общем как-то так жизнь немножко начала бурлить и конечно же от наличия водоема на участке вода же нагревается шли испарения такие у нас соседи которые по участку тоже вырвали себе такие же пруды мы наблюдали стояли вот на горку заходили стояли наблюдали как вечерами нагретая вода в водоемах испарялась и вот это испарение эта влага она оседала на остальные растения и как бы можно сказать питала их когда не было дождей хотя в том регионе где мы жили там было достаточно и воды и дождей но не суть вода в принципе она как говорится это не только стратегический запас но еще и место где можно завести рыбу можно создать экосистему то есть если у вас есть водоем и вы не запустили рыбу это все равно что знаете как лес без животных это так и есть у нас был опыт мы запустили после того как мы вырыли водоем пруд свой прошло у нас два года он был пустой сами понимаете без растений без ничего мы подождали жена не хотела запускать никакой рыбы я в принципе тоже не хотел но потом наш пруд стал зарастать обильно стали появляться водные растения всякие разные да и я говорю слушай ну давай попробуем купим какую-то рыбу чтобы почистила этот водоем и мы купили всего-навсего 4 белых амура и 5 толстолобов честно я вам скажу результат был потрясающий эти две рыбы они в принципе питаются разными растениями белый амур он ест все он съедает сначала самое вкусное как мне показалось а потом все остальное а толстолоб он в основном питается такими нитевидными водорослями после этого водоем очистился прошел еще год и что-то мне захотелось запустить карпа карпов запустил я и золотую орфу золотая орфа плавает стайками на поверхности это было очень красиво как они оранжевого цвета плавали все над поверхностью запустили мы также карпа кои правда выжили они они не все японские карпы кои не получалось у меня прорубить вовремя лунку но зато карпы обычные карпы запустила малька 300 штук довольно-таки хорошо стали размножаться не размножаться а развиваться извините расти я их не кормил ничем то есть они питались всем тем что там было в общем друзья кроме водоема который будет создавать микроклимат на участке а также если вы не вегетарианец может обеспечить вас рыбой может вам служить просто как водоем где можно искупаться возле этого водоема можно наложить больших камней которые будут также нагреваться на солнце днем как и вода а вечером отдавать это тепло теплолюбивым растениям возле водоема всегда можно посадить какие-то растения которые больше любят воды и они будут просто счастливы а что касается леса это будет лес просто и живая изгородь изгородь просто которая будет создавать вам микроклимат не для того чтобы ее вырубывать сразу сразу оно и не получится потому что нужно будет подождать чтобы чтобы это все выросло большой труд это много времени да но вот это расселение расселение рассредоточение людей разгрузило бы города как мне кажется меньше было бы пробок я не говорю сейчас о том что города нам вообще не нужны нет они нужны но они нужны в принципе нам для знаете как раньше в древности для общения там для ярмарок для продажи чего-то для театров для экскурсий для развлечений различных ну вот как бы разгружаем города люди занимаются больше собой живя на свободе живя на природе занимаются своими детьми у детей есть больше пространства живут они в пространстве любви так называемым потому что их родители создают это а еще если это родовое поместье передастся по наследству кому-нибудь о это вообще этому родовому поместью цены нету потому что там уже будут взрослые деревья сады которые будут их оберегать которые будут как знаете колбель для человечества это выглядит немножко так романтично это выглядит может быть утопично как кто-то говорил ну хорошо а не утопично не утопически ли мы ведем образ жизни представьте себе если население продолжает расти 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 города продолжают расти расти как раковая раковая опухоль на земле застраивая все бетонными коробками асфальтом асфальт разрастается в ширину потому что города тоже есть свои пределы ну да вы заменили старые дома на новые небоскребы город вырос в высоту но тоже есть всему свой предел и город начинается дальше разрастаться разрастаться как раковая опухоль да все дальше и дальше это нагрузка большая на землю на ту землю где живут люди неспроста раньше говорили что то место где проживает более 10 тысяч человек говорили что там тьма народу тьма понимаете то есть вот даже само это слово подтверждает о том что это тупиковый путь создание больших мегаполисов ну у всего есть свой предел понимаете то есть у всего есть свой предел и рано или поздно наступает какой-то коллапс а потом мы видим землетрясение потом мы видим наводнение потом мы видим пандемии всякие разные которые войны которые очищают города сами очищают города не хотите по-хорошему будем по-плохому говорят высшие силы с нами но что делать только пряниками вас кормить нет ребята пришло время когда папа бог сказал все ребята я вам создал я вам дал землю почему вы живете в бетонных коробках почему друзья на этом меня пока все желаю всем тем кто желает жить на земле переехать на землю чем раньше тем лучше и я вижу я вижу те ощущения ту разницу когда я приезжаю из города в деревню и те ощущения энергии которые я там ощущаю и те энергии которые я ощущаю живя здесь в городе в крупном мегаполисе в столице я думаю что это дело будущего друзья расселение людей по всей планете создание райских садов родовых поместьев всем пока пока